Здравствуйте, с вами снова программа «Здорово выглядишь» На первый взгляд, близорукость кажется вполне невинным заболеванием Ну, подумаешь, поносишь до 18 лет очки, потом сделаешь эксмерлазерную операцию и забудешь о ней навсегда Но на деле все не так просто Чем выше близорукость, тем сильнее растягивается глаз Чем сильнее тянется глаз, тем больше натягивается сетчатка И значит, в какой-то момент она может надорваться или отслоиться А это уже прямой путь к слепоте Именно поэтому так важно, как можно раньше остановить близорукость у ребенка Чтобы цифры миопии были не очень высокими О том, как сегодня врачи борются с близорукостью, будем говорить прямо сейчас У меня нет близорукости, а значит, и у моего ребенка всегда будет хорошее зрение И не важно, сколько времени он проводит в телефоне и за компьютером Пусть тебе развлекается Вы удивитесь, но родителей, которые действительно так считают, великое множество В итоге почти половина детей заканчивают школу с близорукостью Но есть и другие родители, которые понимают, насколько важно вовремя предупредить и остановить развитие миопии Юлия сама всю жизнь носит контактные линзы И отлично знает, как живется человеку с близорукостью Поэтому зрение дочки проверяет каждый год Близорукость – это коварное заболевание Когда она дорастает до высоких цифр, глазное яблоко растягивается И тогда сетчатка, например, при физическом каком-то напряжении Может просто разорваться и отслоиться А это уже приводит к необратимой слепоте То есть близорукость – заболевание коварное Поэтому надо постараться остановить ее на более ранних статях Безусловно, в идеале родители должны ежегодно показывать ребенка-офтальмологу Чтобы не пропустить тот момент, когда зрение начнет снижаться Но есть признаки, по которым можно понять, что ребенок плохо видит вдаль Обычно дети, у которых начинает развиваться близорукость В первую очередь начинают прищуриваться для того, чтобы разглядеть что-то вдали Это очень характерный симптом Ну, кроме того, они стараются подойти поближе, чтобы посмотреть телевизор Очень многие жалуются именно на то, что ребенок для того, чтобы посмотреть мультики Подходит к телевизору очень близко Лечение близорукости надо начинать сразу, как только она появилась Один из эффективных методов – тренировка глазных мышц на специальных аппаратах У нас есть методики так называемых оптико-рефлекторных тренировок Которые позволяют расслабить мышцы, отвечающие за напряжение аккомодации И даже уменьшить несколько степень близорукости за счет снятия спазма Если проводить эти тренировки регулярно, 4 раза в год То темпы прогрессирования близорукости значительно снижаются И не нужно бояться, что ребенку назначат очки Обязательно назначат, потому что если ребенок будет чуриться Зрение продолжит падать Сейчас уже практически не используют так называемые бифокальные очки с окошком Которые активно выписывали детям 20-30 лет назад На смену им пришли очки прогрессивные Существуют так называемые прогрессивные очки С плавным изменением рефракции от зоны для дали к зоне для близи Существуют так называемые перифокальные очки Это очки, которые призваны контролировать рост близорукости и тормозить его Это очки, у которых рефракция меняется по горизонтали Существуют так называемые очки с поддержкой аккомодации Которые призваны не столько коррегировать зрение для дали Сколько помочь человеку при работе вблизи Опасаться, что ребенок сломает очки Или разобьет и поранится стеклами Тоже не имеет смысла Даже трехмесячному малышу можно подобрать оправу, которая не ломается А линзы не бьются, потому что они полимерные Очки назначают не только при близорукости Но и для коррекции косоглазия Хотя в некоторых случаях гораздо эффективнее сделать операцию В том числе по авторским технологиям Например, отличные результаты дает инъекционный метод лечения косоглазия Внедренный главным врачом клиники Ольгой Жуковой Он высокоэффективен в показанных случаях Например, при паралитическом косоглазии, при нестагме Правда, эффект этого метода обратим Эффект держится около года И потом инъекции приходится повторять Но для некоторых пациентов это единственный выход Например, грубые формы паралитического косоглазия хирургически лечить бесполезно Хорошего эффекта достичь не удастся все равно Если одна из мышц парализована и полностью не действует А вот инъекционный метод позволяет получить правильное положение глаз в этом случае Думаете, ребенок не захочет носить очки? Среди детей младшего школьного возраста мы такого не встречали Наоборот, дети воспринимают оправу как необычное украшение Я сама помню, что в школе я не могла носить очки Я сидела за последней партой и щурилась, мучилась Потому что считала, что очки – это очень плохо Сейчас с изобилием таких очков дети, наоборот, ходят и считают себя в тренде Подростков, безусловно, сложнее уговорить надеть очки Но ведь есть контактные линзы, и ими можно пользоваться уже с 10 лет И надевать их можно, и пользоваться ими можно Другое дело, что контактные линзы – это средство коррекции Которое требует очень ответственного отношения И здесь родители тоже должны проявлять участие Должны следить за тем, как именно ребенок пользуется контактными линзами Ребенок должен знать, как надо ухаживать за контактными линзами На что обращать внимание Он должен сам уметь их надевать и снимать А что же делать с гаджетами и компьютерами? Многие родители уверены, что в наше время оторвать ребенка от черного зеркала невозможно Но офтальмологи с ними категорически не согласны На самом деле, играть в телефоне, сидеть в социальных сетях – это крайне вредно Это самое вредное, что только существует для органа зрения в настоящее время Поэтому от этого занятия ребенка надо всячески отвлекать Ограничивать, лучше отдать его куда-то в спортивную секцию Лучше выйти с ним погулять, чтобы у него просто не оставалось на это времени Самый верный способ победить близорукость – сделает все, чтобы она не появилась Но если вы чувствуете, что ребенок плохо видит, не откладывайте визит к офтальмологу Миопия не так безопасна, как кажется Берегите зрение ваших детей Самарская офтальмологическая клиника Высокоточная диагностика Комплексное лечение близорукости и косоглазия Малоинвазивная хирургия в офтальмологии Огромный ассортимент детско-подростковой оптики Улица Антонова-Всенко, 59Б Телефон 991 90 91 Миома матки в некотором роде опухоль-рекордсмен Это самое распространенное доброкачественное образование у женщин старше 35 лет Хотя, как и другие заболевания, которые раньше считались возрастными Сегодня миому можно запросто найти и у 18-летней девушки И чаще всего это случайная находка при компьютерной томографии или УЗИ У гинеколога для женщин с миомами обычно есть хорошие и плохие новости Начнем, пожалуй, с плохих Новость первая Миома может ощутимо портить женщине жизнь Клинические проявления связаны с кровотечениями маточными, приводящими к хронической анемии Связаны с болью, с давлением соседних органов, приводящие к нарушению мочи и спускания К недержанию мочи, к запорам С давлением вен малого таза приводят к варикозному расширению и осложнению тромбоза вен таза или нижних конечностей Новость вторая Миома может стать причиной бесплодия Опухоль влияет на гормональный фон женщины Кроме того, она может чисто механически препятствовать вынашиванию беременности К счастью, хороших новостей гораздо больше Миома крайне редко озлокачествляется Менее 1% опухолей превращаются в рак Но немного дегтя Если при миоме наблюдается еще и разрастание слизистой матки гиперплазия Последствия могут быть значительно хуже Сам миоматозный узел – это гладкомышечная и хорошо капсулированная опухоль Поэтому, как правило, она не злокачествляется Основанием для беспокойства имеет, конечно, сочетание миома матки с гиперплазией и эндометрией Которая может приводить к раку эндометрия Безусловно, хорошая новость Во многих случаях миому матки можно лечить консервативно, то есть с помощью лекарственных препаратов Если же узлы растут, вызывают боль и кровотечение, их нужно удалять Но, опять же, добрая весть Как правило, удаление самой матки не требуется Орган у женщины полностью не удаляется, а при оперативном лечении удаляется миома, что сохраняет матку как орган Сохраняет возможность женщине в будущем рожать, если возникает необходимость И сохранение менструальных функций, что, естественно, является немаловажным для функционирования гормональной сферы женщины И еще одно достоинство современной хирургии Операции проводятся через проколы в брюшной стенке, то есть лапароскопическим доступом Либо через естественные половые пути женщины, то есть гистероскопическим методом После таких операций пациентка проводит в стационаре один максимум два дня А уже через неделю может вести обычный образ жизни Откуда эти узлы вообще берутся? Точную причину их появления ученые до сих пор не выяснили Известны только теории, генетическая предрасположенность, гормональные нарушения, даже эмбриональные причины Как бы там ни было, избавлять женщин от этой напасти врачи умеют быстро, эффективно и надежно Многопрофильная клиника Реавис Оперативное лечение гинекологических заболеваний, в том числе лапароскопия, гистероскопия Реконструктивно-пластические операции в гинекологии Консервативное лечение органов женской половой сферы Улица Советской Армии, 243А, многопрофильная клиника Реавис Телефон 3-21-21-21 Появление этого аппарата ждали долгих 10 лет Именно столько времени проходили его испытания Итальянские ученые хотели вывести на рынок продукт, который по эффективности превзошел бы все известные ранее аппараты для коррекции фигуры И у них без сомнения получилось Вот уже несколько лет в Европе безумной популярностью пользуются процедуры эндосферотерапии Для нас очень важна безопасность оборудования и, конечно, эффективность процедуры Очень долго мы искали тот аппарат, который будет новинкой в косметологии, в уходах по телу, в лечении целлюлита Который будет для клиентов безопасный и очень комфортный Таким образом в нашем салоне появилась эндосферотерапия Микровибрация и компрессия, которые создаются манипулы аппарата, улучшают микроциркуляцию крови Происходит мощный отток лимфы При этом венозная система не травмируется А значит, проводить процедуру можно даже людям с варикозной болезнью Эндосферотерапия помогает уменьшить проявление целлюлита Подтянуть кожу, избавиться от жировых отложений Скорректировать фигуру именно в тех местах, где это нужно Сам по себе аппарат уникален, потому что манипулы этого аппарата содержат 50 сфер Когда мы включаем аппарат, каждая сфера начинает вращаться в определенной частоте За счет этого создаются волнообразные движения Что позволяет нам создать определенный ток лимфы А вместе с лимфой мы выводим из организма токсины и другие вещества Аппарат очень умный Он сам чувствует, какая частота вибрации нужна для каждого конкретного клиента И на сегодня это единственный косметологический прибор Который умеет распознавать зоны фиброзных изменений в тканях при целлюлите Аппарат очень приятный С полтора часа процедуры можно не только хорошо похудеть, но и отдохнуть Процедура безумно комфортна Она очень расслабляет, она очень эффективна Конечно, мы говорим своим клиентам, что при этом они должны соблюдать определенные правила В питании, в физической нагрузке Но если честно сказать за кадром, то, вы знаете, эндосферой можно достичь великолепных результатов Практически ничего не делая Эндосферотерапию очень любят профессиональные спортсмены, тренеры и поклонники фитнеса Улучшается кровообращение в мышцах, а значит быстрее происходит восстановление тканей Процедуру эндосферы можно совмещать в день тренировок Сразу же провести ее после тренировки Для уменьшения закисленности, так называемого накопления молочной кислоты Мы уменьшаем PH среды, тем самым восстанавливаем ее, ускоряем Улучшается микроциркуляция, соответственно микротравматизация не нарастает Вы восстанавливаетесь и тренируетесь еще с большим успехом Во время процедуры выводится лишняя межклеточная жидкость И запускаются естественные процессы лимфодренажа в организме Поэтому после курса процедур можно смело менять гардероб Объем уменьшится на 1-2 размера Индосферотерапия в салоне красоты Самарский Инновационная методика моделирования фигуры Надежна и безопасна Телефон 302-79-19 Не верьте тому человеку, который скажет вам, что медицина всесильна Мы победили оспу и чуму Научились легко лечить пневмонию, от которой когда-то погибали тысячи Но мы понятия не имеем, как работает мозг человека Поэтому так тяжело лечить задержки развития у детей Поэтому так ценятся немногочисленные методики Которые действительно помогают восстановить работу мозга у таких ребятишек Мы с плохим словом приехали домой И она его именно вставила туда, куда положено Я не хочу его называть Не хочу как бы Но вы были счастливы Да У меня я и плакала, и смеялась, и мне смешно было Для мамы этой девочки плохих слов в исполнении дочери быть не может Потому что каждое слово – это еще один шаг к выздоровлению С самого рождения у Киры была целая коллекция диагнозов Один страшнее другого Недоношенность и стремительные роды И в результате серьезная задержка развития И только в 7 лет девочку начали лечить с помощью микротоковой рефлексотерапии Уникальной методики самарских неврологов Два года назад Кира едва говорила Понять о чем она просит могла только ее мама Но в последние два года список ее диагнозов неуклонно сокращается У нас за два года такая динамика, она, понимаете, вот, она скачет Это все окружающие видят, понимаете, то, что Кира очень изменилась Она очень изменилась за эти два года Я могу с ней спокойно поговорить Она может сама прийти и спросить все, что угодно, что ей надо А два года назад этого не было Токами эти импульсы, которые мы используем, называются очень условно Это сверхмалые импульсы, которые по силе свои равны токам, протекающим в центральной нервной системе И токами воздействуем не на мозг, а на рецепторы, которые находятся в коже И уже от этих точек на коже импульсы бегут уже по своим собственным нервам Свои собственные импульсы, то есть это лечение абсолютно безопасно и физиологично Оно просто восстанавливает нормальную, так скажем, рефлекторную деятельность собственного головного мозга Микротоки помогают и детям с серьезными неврологическими нарушениями, в том числе с ДЦП И малышам, у которых есть небольшие задержки развития Ребенку уже три года, а речи все нет, ждать нельзя, нужно срочно начинать лечение Именно так произошло у Владика, который сейчас проходит третий курс лечения микротоковой рефлексотерапии Уже после первого курса Владик удивил бабушку Оказывается, он давно запомнил все слова, только произносить их не мог Когда мы вышли, первый сеанс был, что он прямо на двери посмотрел и начал мне говорить Цифры, все цифры до девяти Мы же не знали, что он знает цифры А тут он все, я пошла, все двери, он считает Один, ноль, один, один, ноль, два, один, ноль, три Вот это было для меня вообще сюрприз Сейчас мальчик говорит все, что должен уметь болтать ребенок в его возрасте Еще не совсем четко, но ведь всего восемь месяцев назад Владик умел только мычать Елка на ковре На ковре елка стоит? Нет А где? На ковре Где машина там Где машина, поняла Теперь ему будет вполне достаточно занятий с логопедом, чтобы речь стала четкой и внятной Удалось бы логопеду справиться без микротоков? Безусловно, нет Логопед без микротоковой рефлексотерапии, без такой мощной поддержки Будет очень долго топтаться на месте Нет, 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 тут очень важен комплекс То есть все вместе, да, мы достигаем хорошего очень результата Реоцентр Самарский, лечение задержек развития у детей Телефон в Самаре 205-03-43-332-82-01 Телефон в Тольятти 612-512 Ну а на сегодня все, до встречи на следующей неделе и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok